быть женщиной в науке это быть великим комбинатором хорошо быть талантливым интересным человеком не превращаться в синий чувак помнить что женщина прежде всего должна состояться как жена супруга и она должна быть плечом своему мужу узнавать с первыми то что до этого не знал никто одна из самых интереснейших работ на планете но явно не одна из самых легких на сегодняшний день по данному он только 30 процентов исследователей мире женщины мы поинтересовались представительниц прекрасной половины казанского федерального университета как они пришли науку и почему выбрали именно эту сферу деятельности суперкомпьютерное моделирование металлургия биотехнологии любой сфере науки есть вместо женщинам они бок о бок с мужчинами ведут непрерывную работу и двигают вперед научно-технический процесс первую историю свои связи с наукой рассказала доктор филологических наук профессор кафедры русского языка и методики его преподавания института филологии межкультурной коммуникации казанского федерального университета ирина ерофеева все началось с моей мамы она была известным ученым лингвистом была лыкина эмилия агафоновна и с самого детства я была погружена в этот мир русского языка вокруг нее всегда было много аспирантов у нас дома было огромное количество литературы по русскому языку и мама с детства говорила ира пойдет и будет заниматься лингвистикой и так она меня как-то настроила на протяжении моей жизни и хотя в школе я училась хорошо одинаково по всем предметам закончил школу золотой медалью но выбор мол мой был предопределен потому что это вот такая вот скажем продолжение того направления которое вот мамы было задано и в дальнейшем я поступила в казанский государственный университет на филологический факультет и там уже так сказать более глубоко познакомилась со всеми предметами полюбила еще больше русский язык и всю свою жизнь в дальнейшем посвятила русскому языку ирина ерофеева в составе группы ученых занимается одной из самых актуальных проблем психолингвистики изучать синониме и ее представленность в электронных базах данных долговых словарях и уносители языка кроме того она проводит исследовательскую работу в области исторической лингвистики и методики преподавания русского языка профессор считает что в целом среди выдающихся ученых больше мужчин но роль женщины в науке с каждым годом растет мне кажется в науке вот самое главное сложно выделить науке нужно множество факторов здесь нужно и творческое начало обязательно и усидчивость и терпение и внимание ну и конечно но какой-то талант определенный тоже нужен все-таки без таланта невозможно же создавать какие-то новые исследования писать статьи научные ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории бионанотехнологии эльвиру рожину с детства интересовала наука в частности биология при выборе вуза у нее не было сомнений куда поступать так эльвира оказалась казанском федеральном университете данный момент мы реализуем проект российского научного фонда который посвящен исследованию биогенных частиц серебра как антибактериальных реагентов основным направлением нас в лаборатории являются наночастицы наночастицы совершенно разной природы и что мне очень нравится то есть мы развиваемся сотрудничаем с международными группами и исследуем наночастицы самых разных направлений на самых разных объектах словам эльвиры в науке самое главное это отсутствие границ воплощайте свои мечты в реальность и никогда не бойтесь действовать путь науку милюшей хабуддиновой был нестандартным когда-то она закончила факультет русской филологии в науку ее привела научный руководитель под ее руководством я работала над изучением творчества достоевского однако на четвертом курсе начались уроки татарской литературы я пережила такой мировоззренческий кризис потому что вдруг открыла для себя что я прекрасно ориентируюсь мировой литературе русской литературе но ничего не знаю о своей национальной литературе и поэтому получив направление в аспирантуру по русской литературе вдруг я приняла решение для себя чтобы дисциплинировать поступить в аспирантуру по татарской литературе так я оказалась на ниве татарской литературы по словам Милюши Хабуддиновой в науке должна быть группа людей, которые вдохновляют друг друга на свершение. Наука – это бесконечно интересно и познавательно. Так, благодаря трудам ее и коллег, книга Аяза Гелязова «Три аршины земли» заговорила на английском языке и была выпущена в Америке. Второй роду ее занятий – продвижение татарской литературы массы. Это своего рода практическая деятельность, постоянные встречи со зрителями и читателями. Книга должна непременно найти своего читателя. Я свою задачу как ученого вижу в том, чтобы возвращать труды ученых, которые в свое время по цензурным соображениям не могли поделиться результатами своей научной деятельности со своими читателями. А сегодня наш долг – донести это знание для того, чтобы наши народы не потеряли своего лица. Заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации, руководитель НИЛ «Нейрокогнитивное исследование», заведующая Центром патологии речи, научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, Елена Горобец руководит исследовательской группой, которая занимается разработкой научных проблем, связанных с когнитивными нарушениями и речевыми расстройствами различного генеза, как у взрослых, так и у детей. Я начала работать в Казанском университете сразу после окончания университета. В науку я пришла вот так вот сразу после обучения. Я, собственно, и поступала в Казанский университет с целью заниматься наукой. Это было в 2003 году. Это год моего начала работы в Казанском университете. Мои исследования находятся на стыке пингвистики, нейропсихологии и медицины. По словам Елены Горобец, сейчас в приоритете междисциплинарные исследования и каких-то программных результатов можно добиться только на стыке наук. Наше научное направление, которым мы занимаемся, это нейрокогнитивные исследования. Это как раз то самое направление, которое позволяет аккумулировать достижения в области современной лингвистики, в области современной психологии, нейронаук, в области медицины и проводить исследования на высоком уровне. Надо сказать, что все наши исследования конечны своей целью, имеют помощь людям и реабилитацию. В Центре патологии речи Казанского федерального университета оказывается помощь взрослым и детям, которые имеют когнитивные нарушения и речевые расстройства. При этом спектр патологий, с которыми работает Центр, достаточно широкий. Наши пациенты – это и пациенты, которые пережили инсульт, и пациенты с эпилепсией, пациенты после черепно-мозговых травм, пациенты, которые страдают нарушениями разного рода после ковида. Кроме того, мы оказываем помощь детям. Детям с задержками речевого развития, задержками психоречевого развития, детям с дислексией, дисграфией. И надо сказать, что, к величайшему сожалению, количество когнитивных нарушений и речевых расстройств увеличивается с каждым годом. И это очень востребованная отрасль, в которой людям необходимо помогать. Мы стараемся делать для этого все возможное. Помимо этого Елена Горобец работает вместе с коллегами из Института психологии образования в специальном детском саду для детей с расстройствами аутистического спектра. Мы вместе – Казанского федерального университета. Детский сад занимается комплексным сопровождением детей с особенностями развития их родителей. Коррекционная работа в детском учреждении ведется с привлечением учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, медицинских работников-тьютеров. Наши коллеги из научно-клинического центра прецизионно-регенеративной медицины входят в консилиум. Я в том числе вхожу в консилиум по набору детей с расстройствами аутистического спектра в данный сад. И научно-клинический центр оказывает всю возможную поддержку детскому саду. По мнению Елены Горобец, в науке нельзя выделить нечто главное. Но, скорее всего, главное, чтобы наука развивалась, чтобы в ней работали преданные люди, которые готовы посвятить свою жизнь этому. Подводя итоги, можно сказать, что женщины очень нужны в науке. Они креативны, талантливы, работают над актуальными и важными проектами, получают Нобелевские премии. Количество женщин в науке растет, в том числе из-за разных инициатив, направленных на то, чтобы женщины оставались в науке. Кто бы ни говорил, что наука – это не женское дело, это не так. Ожидания оправдывают действия. Это была лишь маленькая часть рассказов о женщинах, чья жизнь связана с наукой. От всего коллектива телеканала «Универ ТВ» мы искренне поздравляем всех женщин с 8 марта. Хотим пожелать им терпения и сил для новых свершений. И самое главное, не забывайте, что двигатель науки – это мы сами. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова